а я привык да по сейчас передохнем минутку или так посидим ну давайте посидим без вас продолжать так вот поясняю мой брат частенько заглядывает туда откуда нас буквально выжили вот что мы не смеем критиковать на том канале где берут всех больше подписчиков мы не смеем там 2-3 авторитета и они было более тысячи на последней инстанции вот пришлось оттуда уходить потому что посправляют вот для них немыслимо что кто-то говорит наоборот вот а тут мы что хотим то говорим вот и вдруг однажды он мне присылает очередную эту ссылку на этот канал я не говорю чей канал очень уважаемый человек только он почему-то не имеется в этот процесс и вот получается что там была опубликована вот эта фотография если приглядеться здесь три слова а вот так растут а между ними вот такое гневое место получилось я впервые я впервые там первые они же как обычно не важно листья опрыскать вот плоды гниют там покрытие прошло опрыскать вот ветки опрыскать там опрыскать опрыскать ну и еще форму неправильно давай полную веток уберем проведим вот это вот это вот это вот я не мог не заметить ветер татьяна решетняк ответили валерий 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 тех как бы сказать странных людей которые по моему нужна санитар они участвуют здесь королл черный рак срочно деревьев пилис понимаете а у меня с таким радом я покажу десятки лет живу я уже научился различать биологические болезни от обычных грибков вместо это грибо давайте вспоминать где у нас грибо большого человека наверное подмышками да наверное по ху вот ну так нет где вместо там где ему хорошо ну меня же не надо расстреливать за то что у меня подмышками в любое время ну может быть час-два после этого душа потом они все равно соберутся они никуда не делаются а здесь я не стал все приводить люди обидятся кто-то увидит скажет у меня дурака сделает значит тут же сперевать это дерево а это нормальные люди попались Виктор и Татьяна смотрите и вовсе не нужно сразу ликвидировать дерево молодцы у меня был на старой антонике черный рак большая площадь поражение ничего взялась за лечение наблюдал регулярно обрабатывал яблонищу после этого плодося 10 лет и ни одно дерево не заразилось так вот я не знаю это общая наша бедня мы еще все мнения не согласовали итак если это черный рак а большим признакам так есть вот такой зловещий вот тогда такой сажен возьмешь пальцем как будто печная сажа правильно допустим 90% вот здесь в таком месте просто может быть обычная гниль даже без рака вот еще распространенное название допустим он ну допустим вот делается в том что вот это дерево может жрать еще 10 лет после этого они пытались его лечить видели вот такой же пример смотрите такой же пример приводит человек взялся лечение регулярно обрабатывал я смею утверждать что если здесь такое место здесь повышенная влажность ничего вы ему не сделаете продлить их здесь срок жизни не продлите потеряете деньги потеряете часть здоровья ведь кто когда видели вы представляете я там много смотрю ну хоть бы кто-нибудь надел на мордике когда учебный фильм у него чуть ли не космический шлем космонавта да вот сзади этот самый прибор то есть этот баллон да а так нет даже респиратор они одевают а это люди которых научили что якобы черный рак надо срочно уничтожить ну и наконец а если взять стаметку а если взять молоток а если все это вырезать металлическую щетку еще да да еще быстрее сдохнет вот и вот единственное нормальное советники это для меня был праздник яблони росла плодосила 10 лет вот и ника одно дерево не заразилось ну наконец я что-то увидел ну я тут же подсветился у меня такие синкрусоти это мое дерево да вот это я специально деревья не формирую это плюс и минус плюс заключается в том что на нем минимум рат а минус то иногда вот такое образовывается образовывается но так как это у меня скажем так не яблоня это может быть это самое и не груша это может быть это ну это косточка культуры вот да значит что получается получается его формировать очень опасно он этого не любит он начинает я еще буду так погибать ну уж раз он такой прививка пошла так да и черт бы с ней вот но я упустил этот момент теперь я ничего сделать не могу на этом этапе я использую как учебную фотографию усердную надувную не смейте с пальцем не показывайте вот сейчас уже ничего делать нельзя и невозможно и не надо будущее дупло не надо его бетонировать и не надо ничего туда заливать все это бесполезно оно дышит и само такие раны или залечивает или оно потом я покажу много-много снимков есть еще впереди вебинара умудряется еще ниже заложить скелет когда вот эти ветки начнут погибать с этого момента ничего делать нельзя вот еще вот этот снимок вам покажу дело о том что это тоже мой снимок вот так я делал обрезку на омоложение так на третий год зацвели вот эти ветки вот эти самые ветки которые ну прокляты опять же морские вот я просто показываю свой пример свой случай вот это вот те которые учит нас вот у таких подписчиков сотни тысяч внимания эти ветка насколько облысела это вот а он берет и пилит и пилит и пилит вот он не знает что через эти ранки тогда пойдет мороз ведь это же не простое дерево у нас эти так абрикос вот а он учит вот самый страшный что он насмышит вот вот красавица я когда смотрел вот этот фильм да еще один супер специалист он толком не объяснил я сейчас вот говорят с вас ходят поодиночке мы не можем с этим сома зачем откусил зачем он ее откусил чего он добился кроме этого рано накачал а посмотрите вот какой огромный спел вот это зачем он отрезал что такая ветка это целый ствол толстенный я имею в виду вертикальную ветку которая вовремя нет а не он дожил за такого состояния 15 лет назад обрезать если она действительно лишнее было зачем сейчас ветка была вертикальная убрал бы еще так ненавидишь а сейчас да вот то что вы видите но мне вот это главное что все это он делает в момент когда полностью распустившиеся травы и полностью развернувшийся лист уничтожил полсотни веток, все от самого низа до высоты вытянутой руки. Для удобства, наверное. А чего удобства? Там нет трактора, который ведет обработку. Чтобы децепляться с волосами. Мне знаете, что понравилось? Это не мой снимок. Это их снимок. Мне понравилось, какие интеллектуальные лица. Все, проехали, а то убедятся. А вот этот снимок, кто-то мне его прислал. Ну, почти нормально, да? Человек, который может полдерева укрыть под снегом, если захочет, так. Вот. Он умудрился его сформировать таким образом, чтобы наделать поменьше рано. Ну, и короткий штамп. Хорошо. Ну, и составитная форма. Хорошо. Вот. Ну, давай дальше. А это вот соседи мои, это я и посадил. Вот. Я не старался. Она сама лезет снизу. Так все, мне теперь секатор брать. А вот это вот классика. Дело в том, что на этой самой, именно эту фотографию, я заметил религию 70-х публикаций. Так. Я ее использую. Когда-то будет еще книги. Троценко Павел меня запросил 500 фотографий последних 10 вебинаров. Получается, мы не зря вебинары проводим. Я уже понимаю, он тут тоже мог себе книгу сделал. Готовить все на книгу. Потому что разберитесь, когда вы эти 500 фотографии. И вот одна из них. Итак, если ты белишь дерево, то за каким чертом ты понадел ран заранее. Да. Сначала обрезал, затем сверху забелил. Но все равно сок течет. Вот большая рана и вот большая рана срезана. А потом поверх забелена. Вот ты заметила сок. Вот-вот. Я вижу сок. Вот течет и вот большой подтек. И вот. А потом, естественно, и вот. Ну вот здесь не видно, может быть, это старое. Может быть. Ну, посмотри. И идет в ту сторону. Посмотри, какая страшная рана, а выше. Вот, огромная. А выше ветка, которая обречена, я считаю. А это нам преподносят, набираешь, схемы обрезки. И вот она одна из первых. Ее суют во все эти. А люди же не понимают. Ведь если уже раны пододелут, а какой смысл белить-то теперь? Опять покупать, опять это все надо купить, надо побелить, надо уничтожить дерево, потому что оно теперь не дышит. Да. Дальше? Дальше, дальше. Вот они, эти схемы, которые очень широко распространены везде. Самое большое, знаете, вот эта дама, да, было 900 тысяч просмотров, я фильм, ну, на одном из тех, ну, представляешь, сейчас же 200 миллионов, то есть, несколько лет назад я это преподнес, вначале эту схему, вот, она, естественно, я уже пытался найти сад у этой дамы, но найти не смог, а схемы и прокомментировать, любой дурак может, смотри, идет загущение, загущение, я пытался понять, рассмотреть, вот, допустим, курсор видно, не видно, здесь я могу понять, надо загустить, якобы, почему? Допустим, она только посадила, да, значит, надо немножко укоротить, так, я это еще могу понять, почему? Часть крона убирается, иначе не выкаренут корни, и она будет сразу болеть, потом, я пытался понять, а зачем вот эти вот отрезали, вот, и где отрезали, мне очень понравилось, ни одной обрезки на кольцо нет, я чуть не запрыгал, вот смотри, ну, хорошо, хочешь еще загустить, хотя уже нельзя загустить, так же, она и так загустилась, ведь ты же обрезкой провоцируешь излишнее побегообразование, чем больше ты отрезаешь, тем больше дерево хочет восстановить свой фотосинтезирующий аппарат, и все, больше режешь, больше получишь и волчков, и свежих побегов, поэтому, это просто лишняя работа, так, впереди будет еще один слева, а пока все правильно, смотрим следующее, вот, вот здесь она, вот здесь есть, вот на кольцо обрезано, ну, правильно, иначе якобы оно потом отломится, но здесь вот тоже, ну, вот, судя по всему, по одной трети, сделают 20-15 ран, еще больше загустило, и, внимание, совершенно другой, совершенно другой, это самое, как это называется, схема, и ресурс другой, и вот оно уже запущено, то есть, согласны, что после этого, логично, что будет вот это, и тут у нас похватывается, смотри, что делать, а зато здесь все раны на кольцо, вот на кольцо, вот на кольцо, вот, 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 и вон они все раны на последнем сетке, раз, 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 вот на кольцо, то есть, они все сделаны раны на кольцо, дерево, коллега последней стадии, согласны? Зато, 900, 4 тысячи просмотров, вот она наша героиня, так вот, не все, я ее еще после этого, извините, извините, я не высек, и взял, и этот, ей туда, отправил ролик, фильм свой, вот, вот это все вот. А вы у нее запрашивали фотографии ее сада, где деревья живут и здравствуют, после вот, а я вот на каждом, я уже несколько раз это показывал, и каждый раз говорю, и ей, и Ганечкина, и это, покажите, вы получите. Как будет после, оно зимовать, плодоносить и так далее, они же обрезают, и на этом кино заканчивается. Да, навсегда. Своих садов у них нет практически, а уж таких, как у Латинкова, Ботлера, уже взяла, и речи обойти можно. Так вот, что получается, вот, после этого снимка, вот она запустила, вот она, если это сделать, получается, да, вот это получается, и теперь получается, а нахрена ее было вот так запустить, а дерево уже, раз, два, три, четыре, пять, нет, семь, восемь лет, ну, десять, а теперь залезь-ка на это дерево, отрежь все это, а вот не надо было вот этого делать, вот этого не надо было делать, и тогда вот это не пришлось бы калечить дерево, вот, и уже когда было два миллиона просмотров, она среагировала на мою этого. Что она делала? Что она ответила сказать? Она ответила там, мы вынуждены делать обрезку, потому что иначе плоды, будут, дебяткин, висать до земли, плоды будут гнить. И вот я смотрю вот на эту коллегу, как она беспокоилась, что плоды будут гнить. А увидели когда-нибудь она плоды, вот с этого дерева? Вот. Ну а дальше, сейчас, в чем ее страшно, вот это, вот она, полезные советы, она ничего не понимает. Вот удобрение, да, продаст, с удобрением, продукт продаст, для лечения растений, флакончик продаст, вот, подписчиков, скоро миллионы, просмотров, 86 миллионов, вот, это, тут спорит, может так, кто самый страшный человек, становится, вот, Полевкина, или Кальчкина, потому что каждый по-своему вычисляет, или вот это вот, вот, или вот это вот, вот это страшная вещь, а я говорю, добро должно быть с кулаками, сколько молчать-то можно, уже же, почему не заступишься, они где-то на кадере, ну, когда-то коллегка встанешь, а больше уже никогда, почему сказать, потому что я предвлекаю, Лена Санна, тебе роль, ведущий центрального телеканала, вот, потому что все это, надо рассказывать людям, уже с высоты, академической трибуны, да, вот, но когда ты станешь академиком, к этому времени, у нас садок не останется вообще, 86 миллионов просмотров, представляешь, ангельский голос, какая милая, а ведь она наверняка верит в это все, она не знает, что каждая рана туда мороз обязательно попадает, а потом на дерево набрасывается, листом любвище, самое хитрое, может быть, а вот я научу их уничтожать деревья, а дерево предосмерти облепит, все насекомые, они мне яд купят, он все-таки существует, это самое, как этот, тот самый, люди гибнут за металл, как песня этого, это не дьявол, вот я написал, это садовый монстр, ну, я дошел старую фотографию, это моя любимая фотография, старую фотографию, до чего дождись, до консульства, нет, это у меня уже после этого было гораздо лучше, вот, я начинал все это, я начинал, это значит, что я имею право давать советы, почему, я же ничего этого не делаю, что это звучит, а все получается, да, и у меня бывает такое, я вам это фотография очень старая, вот, у меня рухнула ветка, вот так, ветер ногами висит, вот, рухнула ветка, это тот же самый, Жигулевская, да, вот она, вот, я должен был пожалеть дерево, и начать, обрезать, начать обрезать, да, вот, я сказал себе, если посчитать, дерево, давай считай, там 4 плюс 15, плюс уже 40, да, вот, 60-80 обрезок, да пусть у меня эта ветка упадет, но превращать дерево в инвалида, вот, если бы ты знала, сколько тебе вреда, гарминка, вот, и никогда, пока она вот это вот, у нее такой сайт, который приносит охоту, она не может отказаться, посыпать голову пепла, пойти в это, в этих монахини, к сожалению, пусть уже такие, у меня каждый год, детская ветка таких падает, ничего, все отца, зато не подхожу, не калечу, вот, это мое дерево, это мой сайт, вот, сейчас объясню, да, много веток срезаю, да, калечу, но отрезаю только при росте последнего года, а значит, потери меньше, чем когда отрезают, вот, такие ветки на конце, такие вот, наступает момент, когда погибает основной проводник, вот он, и еще пока он собирается погибнуть, боковые ветки вырастают, видите, вот молодая ветка вырастает, и жизнь продляется, но если бы их не было, а их не имеет права, да, оставлять, их должно бы уничтожить, и тогда давно бы и дерева не было, смотрим дальше, вот, пожалуйста, вот что интересно, да, уже сколько я с него ведер снял, я уже счет пошел на сотни, причем это роскошный, это и есть академик, но, в верхней части, это была, этот самый, Ваньков Радни, да, смотрите, все, я к нему привел ветку, вот она, и она пошла вот так, сюда, 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 и вот, это уже академик, так, академик, вот, и тогда, не знаю, видел этого, нет, оно впечатляет за этим, за этим, да, вот, и вот этот академик, он стал для меня учебным снимком, Ванькова больше нет, все, это было 11 дерево, я потерял в Иковране, но это тот же уровень, а может все равно фигнуть, середичок, я даже не сильно жалел, потому что, так сложилось, вот, академик, вот он, как он мог выжить, да вот, потому что он ниже располаган, и теперь, вот здесь, вот страшная рауна, вот она, вот она, это морозобоин, выбросил волчок, волчок плодоносит во всем, но первый год не плодоносил, второй не плодоносил, как положено с третьего года, а я должен был уничтожить, и вот этот волчок должен был уничтожить, вот, и у меня сейчас возродилось, практически полностью это дерево, оно дает несколько лет, ну, давало больше, но, это, тому говорю, что когда, внимание, внимание, еще крупнее, вот он, волчок, вот он, он-то и спас дерево, не было бы его, вот он, вот он, вот он, это я к тому, что хватит нас дурить, и заставлять ее скреты ветки обрязать, фактически она дала вторую жизнь, вторая жизнь, еще, пожалуйста, волчок, и давно плодоносит, вот, вот это, мне страшно было обидно, вот, когда я, ну, явно старые фотографии там делал, старые, виднецифровые, да, это уже, первая фотография, ну, любительская, да, тревожная фотография, у меня же, это, триста, четыреста, статей, причем крупных изданий, многие, Белоруссии, печатали, в Украине, печатали, значит, в России, печатали, в Москве, в частности, печатали, и неделю не увидите, этой дурью я занимался всего один год, красивое дерево, красивое дерево, ну, наверное, случилось однажды следующее, вот она, вот моя Лада, вот, приезжает ко мне с Тыврин, 2005 год, он уже начал меня печатать, а потом у него просто разобрало, главный редактор, газеты Сады Сибири, красивейшая газета, вот, приезжает Улейка Сибири, покажите Сад, показывает, ну, давайте немножко агротехники, вот тоже, разобрали же, я подвожу к этому дереву, вот прививка, на его глазах, вот так вот взял, вот так, трррр, нижний пол, и до сих пор себя простите, специализм, вот, и это была первая, и последняя моя, ошибка, сказанная при постаре, прикладном редакторе, газете, это, история, как деревья, как деревья, то есть, я себя не жалею, все с этого начинали, вот, а потом, проходит время, и как мы не старались, и северные ветки обрезать, они все равно возвращаются, вот, вот, и вот эти вот, самые нижние ветки, это самое полезное, а почему ты знаешь, только скажи народу, вот, то есть, сразу, как все скажешь, я это сажаю, на все, все жизнь проводить, люди, объясни, пожалуйста, зачем народе, жилье скрипты, во-первых, они сохраняют, дерево, в том, сохраняют дерево, в том плане, что, даже если вдруг, что-то случится, с основным стволом, упадет, нагруженный урожаем, нижние, идущие, от земли, они, легче смогут, сохранить, пережить, лютые морозы, под снегом, перезимуют, единственное, что, конечно, они могут быть повреждены, зайцами, и мышами, но от этого, есть другие способы, защиты, и хорошо, сохраняться, по крайней мере, то, что перезимовало, под снегом, точно будет, плодоносит, или какой-то другой ответ, от меня ждали, ну, поэтому, пока все правильно, вот, а второе, это, значит, нижние скелетные ветки, как правило, не несут на себе, наброску, но, благодаря, площадке, и все, корное дерево, фотосинтез, да, корное дерево, точно так же, как и эти верхние, а здесь, по науке, все это, безжи, должно быть, отрезано, одни разъедет, вот, а здоровье дерево, в Сибири же, вот, именно, я считаю, что, это бездоровье дерево, площадь листьев, должна быть максимальная, это должно стать, аксиомой, для вас, я считаю, это я как бы для прикола, вот это один из моих абрикосов, да, вот захотелось, ибо так, расти, ну, и расти ты на здоровье, при чем тут пила, ну, вот скажи ты мне, вот, это как шутка была, при чем тут милиция, если поросеточка, громом убила, громом, вот такого же уровня, вот там, шутка кажется глупо, но на самом деле, дубная, громом убила, при чем тут, поросеточка, при чем тут милиция, при чем тут секатор, при чем тут, это, пила, ну, ну, растет себя, растет, он плодоносит, плодоносит, ай, сейчас смотрю, вот как, скосит траву Андрея, да, он скосит, за черной земли, до сих пор эти тысячи, уже, уже скосит, тысячи, с этим, сельцем, тысячи сельцев, сельцем, и уже отворачиваешь, чтобы это не было, вот это и забили, вот это и забили,